народ всем китайский присадочный привет в начале весны я выпустил три видео по ситуации на рынке моторных масел в которых мы обсуждали ситуацию с отказом мировых гигантов продавать в россию сертифицированные пакеты присадок и полимеры соответственно отечественные производители попали в очень тяжелое положение либо закрывать производство либо покупать компоненты в дружественном китае в азии либо на ближнем востоке давайте сегодня рассмотрим что из себя представляет китайский производитель пакетов присадок компания ричвул на чьи пакеты уже как полгода назад стали массово переходить российские производители масел уходить сегодня глубоко в историю китайского бренда мы не будем он такой же большой и крутой как и тысячи иных китайских компаний которые за последние 30 лет выросли до серьезных мировых корпораций судя по презентационному ролику конечно действительно выглядит все серьезно огромная территория производства имеется много много сертификатов о достижениях и награды правда достижения и награды только свои китайские поэтому возникает первый вопрос а почему имеются только китайские награды и сертификаты и ничего не сказано про международные успехи ведь вся мировая система сертификации как моторных масел так и пакетов присадок крутится вокруг американского института нефти и ассоциации европейских производителей автомобилей это значит что если вы хотите подтвердить что продукт соответствует конкретным классификациям и допускам которые вы планируете указывать на выпускаемой продукции то необходимо пройти определенную процедуру сертификации но здесь не все так просто друзья для понимания вот очень грубые цифры по сертификации пакета присадок под конкретные допуски европейских автопроизводителей и стандарт асея общий бюджет около 20 миллионов долларов и это не считая дополнительной сертификации в американском институте нефти теперь вы понимаете почему в мире есть всего четыре присадочных гиганта lubrizol or night инфиниум и автон судя по анализам oil клуба наши производители массово стали использовать вот этот пакет присадок а именно ричу рф 6188 е спи и как заявляет сам китайский производитель это самый современный пакет присадок уровня и 5 спи ну что же друзья давайте его и рассмотрим заявлено следующее обеспечивает прекрасную защиту двигателя от преждевременного зажигания на низких оборотов защиту от износа цепи привода грм и клапанного механизма а также превосходные очищающие и антиокислительные свойства для эффективного контроля окислительного разложения и образования отложений в масле звучит в целом неплохо особенно вот эта фраза благодаря научному сочетанию строгому контролю оценки этот продукт можно использовать в рецептуре бензинового моторного масла и спи которая используется в двигателях автомобилей среднего и премиум класса этот продукт также может использоваться в составе масел для бензиновых двигателей спецификации спи при смешивании соответствующими базовыми маслами группы 2 3 и 4 и модификатором индекса вязкости депрессорной присадкой и пеногасителем и снова все отлично китайский производитель предлагает нам взять их пакет присадок и использовать без каких-либо проблем в так называемых типовых сертифицированных рецептурах которые уже имеют все необходимые спецификации и одобрения но тут есть одно но очень жирное но пакет присадок ричвел никаким образом не может быть использован в типовых рецептурах масел технически конечно безусловно может например если положить его в миксер на заводе что сейчас и делают наши производители но с юридической точки зрения для этого у нашего китайского друга нет никаких оснований и сейчас я вам поясню почему в сша есть организация которая называется американский химический совет представляющая химическую промышленность сша в ней есть группа по присадкам к нефти которая включает себя производителей присадок смазочным материалом все испытания двигателей проводимые в поддержку лицензирования и 5 должны проводиться в соответствии с практическими рекомендациями именно этой организации как и у американского института нефти существующим документом 1509 для производителей моторных масел у американского химического совета тоже есть свой документ и называется он присадки для нефти утверждения продукта здесь досконально прописана вся процедура сертификации рецептур на пакетах присадок стандартам американского института нефти по прошествии которых производитель пакета присадок получает соответствующий код рецептуры и после этого смело может предлагать ее своим клиентам вот так выглядит сама рецептура масла есть код есть базовые масла на которых тестировался пакет присадок есть конкретный полимер и есть конечно же сам пакет присадок все указывается в процентном соотношении чтобы завод по производству масел купив данный пакет присадок у производителя в нашем случае эта компания инфиниум который его разработал и сертифицировал мог без каких-либо проблем это все замешать а после написать на канистре перечень соответствий которым отвечает полученное масло например классификациями и пиай и оси а также допускам автопроизводителей которые получила рецептура как видим инфиниум потратился на тестирование и заявляет конкретный а им допуска кстати инфиниум фигурирует в американском химическом совете как разработчик рецептур скрину и сейчас видите на экране если производитель масел хочет иметь официальные допуски они указывать просто соответствия то он пишет тому же инфиниум письмо и говорит мол дружище смотри я сделал все как ты написал вот тебе образец проверяй и дай мне пожалуйста соответствующее подтверждение что я сделал все так как ты и просил а далее производитель масла идет в американский институт нефти или к автопроизводителю например mercedes-benz или volkswagen и на основании этого письма и отправленного образца масла после уплаты всех лицензионных сборов конечно через определенное время получает официальные допуски которые напишет на своей канистре вот так выглядит процедура получения официальных допусков если очень кратко но вернемся к нашему китайскому производителю пакетов присадок на сайте я не вижу никаких одобрений или упоминания о том что его пакеты присадок проходили стендовые испытания например в американском химическом совете ли в американском институте нефти а вижу только простую надпись и 5 спи и все получается что китайские друзья просто так от балды рекомендуют использовать свои пакеты присадок в типовых и сертифицированных рецептурах других производителей которые прошли все стендовые испытания на сайте есть вот такой интересный пакет присадок ричфул рф 6188 спи но уже без буквы е масло 5w30 смешанная с этим пакетом прошло все необходимые двигательные испытания стандартов бензиновых моторных масел api sp а вот это уже очень круто друзья производитель заявляет что его рецептура на масле вязкости 5w30 прошла все еще раз просьба обратить ваше внимание и запомнить все необходимые двигательные испытания стандарта api sp производитель конечно гордится этим фактом о чем и указал в описании и получается что я ошибся друзья тесты не просто пройдены а пройдены все но мы с вами не привыкли верить на слово производителя поэтому вбиваем в google наш пакет присадок api sp и погнали изучать выдал аж 845 результатов есть что почитать но давайте откроем и почитаем компания объявила что получила отчет об испытаниях выданного юго-западным исследовательским институтом 11 марта 2022 года подтверждающего что масло для бензиновых двигателей api sp 5w30 приготовленное с использованием нашего пакета присадок и разработанная компанией прошел стендовые испытания двигателя по процедуре api 8 на данный момент моторное масло для бензиновых двигателей api sp 5w30 приготовленное с использованием нашего пакета присадок прошло все стендовые испытания двигателя, предусмотренные спецификацией API-SP. Ну что же, друзья, мы, конечно, безумно рады за наших китайских друзей, но давайте я вам поясню, что лично меня смущает из всего вышесказанного. С одной стороны, Юго-Западный исследовательский институт, где проходили эти исследования, является не просто авторитетной американской лабораторией, а является аккредитованной как раз тем самым Американским химическим советом, который одобряет все рецептуры. Вот соответствующий скрин из их регламента. Но с другой стороны, компания ссылается только на одно испытание API-8, а если быть правильным, то называется этот тест Sequence-8. Описание этого испытания вы видите сейчас на экране. Оно как раз в той самой лаборатории Юго-Западного исследовательского института. Но что это за тест? Правильно, это оценка масел на предмет их способности, контролировать коррозию меди и свинца, а также устойчивость к сдвигу. Тест, безусловно, интересный, вопросов нет. Но если его и делать, то в самую последнюю очередь. А как же самые серьезные и наглядные тесты на отложение, окисление, износ клапанов и ГРМ, которые заявляются в описании? Вот что нужно было тестировать в первую очередь, на мой взгляд. Заявили на весь китайский интернет о прохождении всех тестов, а сослались на один из самых простых тестов. Ну, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Смотрим API 1509. Например, в случае взаимозаменяемости базовых масел для получения официального API-SP, посмотрите, сколько нужно пройти стендовых испытаний и иных лабораторных тестов. Ну, а вот сама спецификация API-SP. И здесь тоже большое количество стендовых испытаний. Почему этого не сделал наш китайский производитель? Большой вопрос. Я не хочу ничего сказать плохого, но взгляните на цены на некоторые стендовые испытания из данного списка. И тест, который прошел китайский производитель, является самым простым и, соответственно, самым дешевым. Зато пройдя его, наш китайский партнер сделал очень громко заявление о том, что он прошел все, все стендовые испытания для получения API-SP, что по факту, конечно же, не так. Взгляните на экран. Сейчас вы видите, как это должно выглядеть правильно. Мировой гигант Avton свой пакет аналогичного уровня API-SP протестировал по полной программе, о чем указал в описании пакета присадок. При необходимости он может и результаты стендовых испытаний предоставить. Кстати, Avton тоже фигурирует в Американском нефтехимическом совете, как разработчик скрин на экране. Если резюмировать все вышесказанное, наш китайский производитель не числится в Американском химическом совете, не выступает спонсором по полноценному тестированию своих пакетов присадок в рамках получения официальной лицензии API-SP, не имеет никакого права писать о применении своих присадках в типовых и сертифицированных рецептурах чужих мировых производителей, но и даже говорить о том, что его пакеты присадок соответствуют API-SP, он тоже по факту не может. Выводы из этого каждый сделает сам. И да, я понимаю, что процедура сертификации в Американском институте нефти куда более продолжительная и затратная, чем просто пойти в сертифицированную лабораторию и пройти отдельные стендовые испытания, которые без рецептуры и соответствующего регламента все равно в API не примут к зачету. Но китайский производитель даже этого не сделал. Выбрали самый дешевый тест на коррозию, и все. Вы же в своем презентационном ролике такие огромные, крутые, технологичные и зажали пару тысяч долларов на стендовые испытания. Я молчу про официальную сертификацию рецептуры в Американском институте нефти. А про бюджет в 20 миллионов долларов для получения официальных европейских допусков и классификации ОСЕ и говорить даже не будем. Безусловно, для китайского рынка, возможно, такой подход и является нормальным. Но вся проблема в том, что эти присадки пришли к нам, в Россию, и достаточно много людей будет заливать их в свои двигатели. Получается, что парни из Китая просто что-то намешали, по циферкам получилось более-менее красиво и в путь. А что там, как это будет работать, но это толком никого по сути сейчас не волнует. Лично меня смущает, что пакеты присадок от китайского производителя очень светлые на фоне стандартных масел. Чем это объясняется? Вероятно, отсутствием каких-либо компонентов. Например, дисперсантов. Но это как минимум. А хватит ли компонентов для сальников и прокладок? А что в борьбе с отложениями и износом? Вопросов возникает больше, чем ответов. Но что точно ясно, так это то, что... Масла на этих присадках неестественно светлые, что раньше никогда не наблюдалось у других производителей. Производитель не прошел официальную сертификацию по стандарту API SP, а из стендовых испытаний выбрал только самый дешевый тест из существующих и присвоил неразрешенные лавры. Если у производителя изначально такой подход и дикая экономия на сертификации, то есть ли гарантия, что его в пакетах присадок все такой же супер качественно, как заявляется? Я в этом не уверен. В общем, по данному производителю пакетов присадок компании Ritual у меня информация пока такая. Но есть и хорошие новости, друзья. В регламенте Американского химического совета среди прочих участников есть наш Лукойл. А это значит, что он либо сам участвует в сертификации пакетов присадок, либо в складчину с другими производителями при разработке новых пакетов присадок. И это достойно. Вот почему Лукойл и стал в свое время поставщиком на конвейеры Мерседеса и Фольксваген. А что же у остальных наших российских производителей? И здесь, друзья, полны разброд и шатания. Кто-то покупает присадки вообще ноунейм, у которых и сайтов-то толком нет. Кто-то уже заказывает у китайских производителей пакеты присадок европейских спецификаций, которых в ассортименте у китайцев и не было никогда раньше. Но есть запрос, значит будет предложение. Оказывается, вот так быстро и просто можно разработать с нуля пакет присадок. Кому нужны эти мировые гиганты с десятилетними научными исследованиями, патентами, сотнями моторных и полевых испытаний, когда молодая китайская компания просто и быстро по запросу все сделает без проблем, а главное задешево. Цены, кстати, есть на Алиэкспресс. И это просто тихий ужас. Кто из производителей моторных масел в России уже использует присадки наших китайских друзей, разобрали на Oil Club и вот что я вам скажу. Мне правда было обидно за наших производителей, которые оказались в довольно сложной ситуации. Но получается, что от безысходности, используя пакеты присадок из Китая, зная или не зная, какого качества эти присадки, наши производители полностью переложили всю ответственность на нас и наши двигатели с их кастомными не сертифицированными рецептурами. Никто даже не предупредил нас о сменах рецептур. Мало того, что такой пакет присадок имеет даже по мнению китайцев только стандарт API SP, так этот пакет присадок наши производители заливают во весь свой ассортимент, где как бы вообще иные стандарты. Ливануть API SP в C3? Пожалуйста. А может быть в A5B5? Нет проблем, зальем. Да чего мелочиться? Масло у китайцев заявлено, например, как 5W30, а наши производители используют вязкости 0W20. Ну а что? Гулять так гулять. И чем после этого подход наших эффективных менеджеров и продавцов, которые не убрали с канистр все запрещенные соответствия, не предупредили о сменах рецептур, отличается от подходов наших китайских друзей. Да все то же самое, на мой взгляд. Я понимаю, что в свое время пакеты присадок покупали у мировых гигантов из-за официальных допусков и их насыщенностью последними научными исследованиями и испытаниями. Но сейчас, парни, вы в Китае покупаете вообще непонятно что. Может быть тогда уже стоит свои кривые косые пакеты присадок покупать здесь, в России? Они плюс-минус такие же, как и китайские, дешевые и мало чему соответствуют. Зато хоть деньги останутся в России. К чему приводит остановка производства и сдача станков и оборудования на металл? По принципу, зачем нам делать что-то свое, когда можно купить вот там? Ну, мы сейчас наблюдаем, к чему это привело. Вот такая информация к размышлению, друзья. Ссылка на нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал будет в описании. Присоединяйтесь. Берегите себя, берегите своих близких. Ухаживайте за своими автомобилями. Выбирайте качественные масла и рецептуры. Ну, а мы скоро увидимся. Всего хорошего.